ну что друзья наконец долгожданное соревнование мэра optimus 2 легендарной коляски против нового классного полноприводного вездехода катарвилл 4вд сегодня два гиганта сразятся по самым интересным для наших зрителей характеристиках это конечно же проходимость это скорость движения маневренность значит движение в узких пространствах бордюры и что еще комфорт движения конечно же ну что поехали испытывать приехали так ну давайте там у нас будет старт посмотрим на 100 метрах у нас получается 2 12 километров частные коляске у нас мэра имеет максимальную скорость 12 километров в час и катарвилл 4вд тоже 12 километров в час вот здесь на optimus 2 мы ставим режим максимум надо из мод выйти и на максимум скорость установили на катарвилл 4вд мы выставляем максимум 14 километров в час вот ну то есть это все-таки максимальная скорость заявленная по паспорту у нас 12 километров в час вот это сопротивление вот это сопротивление вот это скорость денис давай давай а ну не прям ровно прям ровно вообще идут молодцы вот коляски прям равны прям равны по скорости то есть на такой длинной дистанции прям идут вместе вот юра на пол корпуса вперед оторвался просто за счет большего ускорения наверное коляски или да может быть просто за счет того что был более быстрый старт из-за лучшего сцепления с дорогой возможно вот но скорости скорости у колясок равны это я снимаю это что у тебя а это что у тебя а это что у тебя сейчас будем снимать как мы лежать подъезд заезжаем в лифт и заезжаем в квартиру и посмотрим как у нас коляска справляется с замкнутыми пространствами с маневрированием и насколько можно вообще коляску загонять вообще в квартиру вот поехали есть нас тут уже ждут спутил нет спутил но разворачивается она очень сложно юру постоянно спрашивают как часто вы тренируетесь на кебатлан давай денис так ладно подержи разворот 20 юнота как бы не сомневаюсь так первый пошел далеко собрался дружочек пирожочек так вот надо пару уже переехать есть есть по-другому есть так ну что Юрий Валерьевич пробуйте пробуйте не закосячить новые обои иван Александрович не надо мне под руку это говорить я понимаю что штрафные баллы тут не присутствуют тут такие штрафные баллы вот половина так котов переезжать тоже запрещено ну это чистенько чистенько прям так молодец давай будем пробовать серый дубль 1 сейчас намотает так что Ну, нос отвести надо, да, получается? Ну да. Надо нос отвести. Сейчас вместе с паркетом. Все, хватит. Хватит, да? У нас у Дениса коленки не влазят у нас, потому что на Майре высота посадки 61 сантиметр. А на КТ Вилл 4ВД высота посадки 54 сантиметра, поэтому Юра у нас под стол заехал. Здесь коленки упираются. Они как газели, фура. В сравнении. Я как будто еще с прицепом. Мальчик с прицепом. Пассажира взял с собой. Снимешь, да? Да. Слышишь, пассажир? Так-то там зима. Сейчас мы прокатим. Да! Что бешеная табуретка, а? Так, следующее испытание у нас это подъем на бордюр. Здесь у нас бордюр 13 сантиметров. Вот. Он еще немного заснеженный в основании своем. Вот. Посмотрим, как у нас с этим справится. Полный привод против Мэйра Оптимус 2. Так, Юра, ты первый? Ага. Есть. Подъем, защита. Денис. Оп. Давай с разгона. Разгона. Не надо. Че? Не, не, не. Уже накатал здесь. Надо с другой стороны. Давай с другой стороны. Зацепа нет. Сейчас еще раз. Последний. Трой. Опа! Еее! Ах! А? Ну да, ноги защемил. Зател. С третьего раза. Оп. Оп. Есть. Красавчики. Молодцы. Молодцы. Да, корешки все. Да ладно. Одним колесом. А, вот. Рымурс. Надо было скорость побольше брать. Опа! Залез. Здесь, кстати, бордюр уже 14 сантиметров. Что, заезжай? На сантиметр выше. Давай. Давай, давай, давай. Сейчас Денису надо будет развернуться, чтобы подъехать к бордюру. Раскарзывает. Еее! Так. Опа! И все? Опять сломалось. Давай, перезагружать. Наверное, какая-то система безопасности срабатывает по пробуксофте или по столкновению. Опа! Там у нас сцепление теряется дорогой. Рано, поехали назад. Опа! Там это, видишь, я заскочил. Наверное, пока не вылет вперед. Да что ж такое. В любой непонятной ситуации просто начинает проскальзывать. Опа! Она отключается при ударе. Какой-то, видать, плохо. Ну, давай, перезагружай и пробуй так заскочить. То есть, главное, чтобы передние колеса не сваливались с бордюра. Опа! Молодцы! Так, ну что, давайте. Снежные препятствия. Начнем с малого. Есть у нас вот такая вот, оп, заснеженная здесь немного часть. Заснеженный участок не чищеный. Так. У нас первый претендент на трактор. Так, ну давай посмотрим, что у нас здесь. Показывайте. Здесь вообще без проблем. Здесь вообще без проблем. Все, приехали. То есть, на месте даже развернулся в сугробе. И поехал обратно. Ни стыда, ни совести. Вот. Так, ну что. Спасительный трос. Пришло время выручать наших немецких коллег. Готен так. Да, ты фантастич. Раз, два, три. Опа! Не, давай разгончик, Юр, побольше. Разгон, давай, Юр, возьми, но... Погоди, Денис. Юр, давай назад. Сейчас, чтобы слету взять. Давай. Так. Опа! Почти, почти. Надо еще побольше. Давай, 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 тяни. Все, красавчик. Еееее. Еее. Спасибо. Можешь не отцеплять пока? Нет, здесь уйдут. Ну так, что же. Давайте подведем итоги. Значит, первое наше соревнование было вездеходные характеристики. Ну и здесь бесспорный лидер, конечно же, коляска 4WD. Ну, если честно, конечно же, это было ожидаемо. Давайте разберемся, почему так происходит. Значит, здесь на Мэр Оптимус 2 у нас стоит один двигатель, который через дифференциал раздает момент на передние колеса. То есть задние вообще пассивные, то есть на передние колеса. Проблема в том, как раз, что это один двигатель и передает он момент через дифференциал. То есть если одно колесо цепляет, теряет сцепление с дорогой, например, вот сейчас правое, вот, а сейчас левое. То есть Денис переносит вес влево-вправо, и у него, соответственно, то левое, то правое колесо начинает буксовать. Как устроено здесь? Здесь у нас на каждом колесе есть вообще свой двигатель. Что это дает? Это дает абсолютную безопасность вождения. То есть если у нас хотя бы одно колесо имеет зацепление, хотя бы одно из четырех, то у нас коляска может выбраться. Вторая история у нас движение по квартире. Вот, ну, то есть нужно иметь в виду, что Mayra Optimus 2 в квартирных условиях использовать, конечно, невозможно. То есть эта коляска хороша именно для улицы. Значит, следующий момент у нас бордюры. Значит, то есть если мы сравниваем вообще там с обычной коляской, там с какой-нибудь там китайской, например, то, конечно же, и та, и другая коляски, они отлично себя чувствуют на бордюрах. То есть если бордюр там до 10 сантиметров, на той, и на другой коляске без проблем можно их преодолевать. Если мы сравниваем коляски друг с другом, то 4WD, опять же, за счет своего полного привода может преодолевать более высокие бордюры. Вот. Чем хороша Mayra Optimus 2? Это, конечно же, своим комфортом. То есть у нее более длинная база, у нее есть амортизаторы. За счет этого коляску меньше трясет, именно когда мы движемся на кочках. Главное, чтобы на этих кочках, конечно, там колесо у нас не вывешивалось, чтобы мы не забуксовали. Значит, ну, какой можно сделать вывод? Вывод, конечно, субъективный, но, значит, по нашему мнению, Mayra Optimus 2, эта коляска отлично подходит именно для города, но только в летнее время года. То есть если мы двигаемся по асфальту, именно в городских условиях, и не планируем заезжать куда-то в небольшие магазины или там в квартиру, например, Caterville 4WD прекрасно подходит для городских, для сельских, деревенских условий. То есть там, где у нас есть разбитый асфальт, где у нас есть пересеченная местность, ну, то есть какое-то есть бездорожье. Это первый момент. Второй момент. Коляску можно использовать в любое время года. То есть отлично себя чувствует как летом, так и зимой. То есть не буксует, всегда вылезет. Ну, и, кстати говоря, если даже совсем застрянет, то вес коляски всего 75 килограмм, и ее всегда проще вытолкнуть. Также нужно сказать, что на Caterville 4WD можно двигаться по квартире. То есть мы это увидели без всяких проблем. То есть можно маневрировать. То есть для этого есть задний привод. На полном приводе коляска может оставлять следы от резины, потому что там есть танковый разворот. Но если мы двигаемся на заднем приводе, то проблем движения по квартире никаких нет. Спасибо нашим участникам за такой классный эксперимент. Давно нас просили его провести. И спасибо нашим зрителям. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok